У нас последний участник Максим Башко, у него проект фудшеринг, и он сейчас нам в 5-8 минут всю основную идею накинет. Да, большое спасибо, Вадим, что пригласил на это мероприятие классное. Так, что-то у меня тут отключилось. Сейчас, на секундочку, покажет нам что-нибудь. Итак, ну пока у меня проектор что-то там непонятно, то ли подключается, то ли не подключается. Небольшую преамбулу буквально, значит, то, что мы идем по пути децентрализации, мы себе довольно четко представляем, а вот что же там будет в точке B, когда мы туда придем, а вот там будет вот так, а вот там умные контракты, а вот там у нас, значит, все супер автоматизировано, и человек просто говорит «Привет, Сири, я хочу есть», и она тебе просто, тебе тут же служба доставки через минуту привозит твою еду. Вот, и все это классно, все это замечательно. Вот, но мало где почему-то затрагиваются практически вопросы о том, как мы в эту точку B с вами придем, вот, и какие этапы на этом пути нас ожидают. И, собственно говоря, то же самое касается и децентрализованных автономных организаций, почему мы прямо сейчас не можем, там пытались какой-то ZDAO запустить, я, если честно говоря, так до конца не понял, для чего оно вообще сделано, кому оно нужно, ну, то есть, инвестфонд, да, то есть люди, которые принесли деньги, чтобы заработать денег, ну, это как-то странно. Вот, поэтому я начал рассуждать с позиции, а вот то самое killer app, то самое приложение, которое взорвет мир и войдет в массы максимально широко и будет удовлетворять потребности максимально большого количества людей, что это будет за приложение? Когда я начал рассуждать об этом, то, соответственно, нам нужно, ну, возникла потребность сформулировать как-то миссию нашу, что вот мы, да, мы идем к децентрализации, и цель, что вот мы хотим создать такое DAO, такую децентрализованную организацию, которую каждый увидит и скажет, о, так это ж мне надо, мне надо это скачать, не какой там инвестфонд, вот, поэтому нужно найти правильную нишу, и здесь мы подходим к замечательной пирамиде масла, которая нам рассказывает о потребностях людей, соответственно, если мы хотим удовлетворить потребности максимально большого количества людей, то эти потребности должны быть вот здесь, в самом низу, они должны удовлетворять самые низшие потребности людей в первую очередь, и потом уже, когда мы их удовлетворим, мы пойдем выше, там, безопасность, любовь и так далее, и так далее. Но первое приложение, первое, вот, которое прям вот решит массово потребности, это должны быть на уровне физиологических потребностей. Ну, тут что, тут вот видно, что это голод, жажда, половое влечение, там, дышать воздухом и так далее. Ну, перебрав все эти варианты, я пришел к выводу, что, наверное, наиболее подходящей нишей будет все-таки накормить людей, да, потому что, вот, это самая глобальная проблема, вот, а как вот мы накормим голодных детей в Африке, вот. Значит, что у нас, ну, собственно, здесь эти тезисы изложены, поэтому ничего не ждем, мы идем дальше. Значит, какие, какой, как бы, круг вообще задачи должна решать наша децентрализованная автономная организация? Ну, эти две условные части, на которые разделил, это задачи производства и задачи потребления. Задачи производства, это, естественно, у нас должно быть некое управление качеством продукции. Ну, то есть, идея приложения очень простая, да, одни люди готовят еду, другие люди ее покупают и потребляют. Вы пришли домой, вам неохота, там, надоели уже эти бесконечные суши, роллы, пиццы, достали смартфон, увидели, что у вас по соседству бабушка готовит борщ, и с удовольствием его заказали, она вам его принесла, или вы сходили, забрали, все довольны и счастливы. Вот, ну, естественно, мы, когда мы говорим о процессе в том виде рафинированном, который должен быть, это достаточно легко смоделировать, как вот уважаемый Анатолий рассказывал, да, вот, гораздо сложнее обрабатывать ситуации, когда у нас что-то идет не так. И здесь очень важно в нашу DAO встроить механизм обработки инцидентов. Это вот на уровне потребления идет, то есть, должно быть, это может быть, DAO может нанимать каких-то экспертов, каких-то арбитров, неважно, это может быть что угодно, главное, чтобы это было. Вот, ну и буквально коротенечко, на каждом из этих, на каждой из этих сфер остановлюсь. Да, 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 конечно. Каковы инцидентов, связанных с правильным качеством персонала, связанных с возникновением нештатных ситуаций вообще, в принципе? То есть, инцидентом, что можно считать? Если у вас что-то с пищей, а если с самим DAO? Если с самим DAO не так, то у нас есть механизм, который поддерживает развитие разработки DAO. А, это... И в рамках вот этого процесса... Продуктов разработания, а это вот самой DAO? Да, и в рамках процессов развития разработки тоже могут возникать инциденты, которые тоже нужно обрабатывать. Это ошибки, баги и так далее, и так далее. Вам это надо делать только исключительно в формате сайдчейна, в котором вы сможете редактировать контракт, потому что если нет редактирования контракта, то это будет... Возможно, возможно, да. Прям... Прям быстренько, да. Пробежимся, значит, управление качеством. Тут самое главное что? Что у нас тот, кто готовит еду, должен все фиксировать. Пришел в магазин, зачекинился, там сфоткал фото чека продуктов, там сделал видеозапись, как он это все снимал. Ему необязательно это публиковать в блокчейн. Вполне достаточно, чтобы у него это была информация. Вот, ну а в блокчейн можно... Яндекс.Такси заставляет с шести точек фотографировать... Да, да, вот, пожалуйста, простой пример, да. Убер-еды, да, очень точный, кстати, термин. Идея не новая. Идея не новая, да, но почему-то вот, ну, на данную, на данный момент я... А Яндекс.Фуд вы не боитесь? Яндекс.Фуд. Не успеете. Яндекс.Карты, Яндекс.Деньги, Яндекс.Два ствола. Ну, а что, яндекс.Такси есть, а вот это именно такси. Продолжай. Ты даже показываешь? Хорошо. Яндекс.Демгинации, самые лаконичные выпуски. Хорошо, спасибо. Значит, proof of performance. Санитарный контроль. То есть приходят люди, которые посмотрели, все, да, условия соответствуют, все классно. У экспертов, естественно, есть своя некая рейтинговая система. И контроль компетенции, когда ему там просто там в режиме реального времени случайно там могут задавать вопрос, а вот как вот вы правильно или неправильно. Вот. Дальше. Управление персоналом тоже очень интересная задача. Соответственно, у DAO есть некие вакансии. Тут я привел несколько примеров. На самом деле, может быть, гораздо больше вакансий. Там служба доставки, там у нее свои разработчики и так далее. Вот. Самое главное, что у каждого человека должно быть четкое KPI, которое DAO сможет отслеживать, чтобы DAO отслеживал его эффективность. Насколько эффективно этот человек работает на организацию. И в соответствии с этим ему там какие-то ачивки, премии, награды и так далее. Рабочий цикл, соответственно, должен быть организован таким образом, чтобы человек по мере своего роста в этой децентрализованной автономной организации, то есть по мере роста его рейтинга, ему открывались новые и новые функции. Например, если это повар, то он может там начинать готовить самых простейших блюд, там типа а-ля там сварить пельмени, пожарить яичницу, да. И по мере того, как он 10 раз хорошо сварил пельмени, пожарил яичницу, ему открываются более и более сложные вещи. Вот. То есть для этого постоянно должен у нас быть цикл, в котором мы как бы подтверждаем его квалификацию. Вот. Дальше, ну естественно, это должно быть бесспорно мультиплатформенная вещь, которую можно будет написать для чего угодно. Должно быть самое главное, это API. Это рейтинговая система, которая будет там максимально мотивировать участников, поддерживать свою репутацию. Это какие-то там могут быть штуки вроде индивидуальных заказов, когда пользователь не выбирает из предложенного им из списка, отправляет запрос, а ему что-то такое готовит. Да, то есть в обратную сторону тоже это будет прекрасно работать. Или там вот такой забавный сценарий, как еда вслепую, когда человек просто, вот он не хочет ничего выбирать, он хочет просто нажать кнопку, вот хочу есть. И система на основе его предпочтений как бы подберет ему исполнителя, ему там все приготовят, привезут и все счастливы, довольны. Функция ночной ожор и блокировка холодильника. Естественно, что мы должны, мы работаем с людьми, и поскольку мы работаем с людьми, то люди вообще на самом деле очень плохие программные продукты, несовершенные, крайне полные глюков и багов. Вот, поэтому на этапе обработки инцидентов, значит, что мы на превентивном уровне, мы разъясняем ответственность людям, что если вот как бы человеку станет плохо, то он придет к вам. То есть вы должны это понимать. Вы не просто работаете на организацию, вы работаете на человека, а мы вам просто помогаем. Это некая система страхования, когда часть выручки идет на покрытие страховых рисков, соответственно, внутри этой подсистемы у нас обязательно должен быть какой-то механизм для предотвращения мошенничества и злоупотреблений. Это, естественно, должна быть группа экспертизы, которая проводит оценку там поваров, там пользователей и так далее. Ну и арбитраж, который будет решать какие-то спорные ситуации, которые возникают. Вот, ну и, естественно, маркетинг, то есть куда без продвижения, система должна сама себя продвигать, она должна выставлять какие-то, например, самый банальный способ, как это можно делать, это выставлять открытые тендеры на рекламу и таким образом система будет сама себя пиарить. Вот, собственно, она там будет по какой-то системе оценивать эффективность, ну в стоимостном выражении, естественно. Должна быть система, которая будет контролировать, что реклама была не просто отыграна и деньги были уплачены, но она была реально размещена. Для этого мы будем привлекать экспертов. И должен быть некий внутренний рейтинг рекламодателей, чтобы мотивировать рекламодателей работать наиболее эффективно и как можно больше своей рекламной мощности отдавать нашей децентрализованной автономной организации, чтобы она захватила мир полностью. Вот, ну и, собственно говоря, самое короткое выступление закончено, тут два QR-кода, можете как бы помочь проекту, можете со мной как-то связаться. Теперь вопросы. Максим, короткий вопрос, можешь на пирамиду дать? Да, да, конечно. Ну смотри, просто, короче, в двух словах, в микрофон. Короче, как это сейчас вообще работает? Это работает сейчас вообще по-другому. Есть мессенджеры, ну все мессенджеры используйте, да, там телеграмм, все остальное. Вот на самом деле мессенджеры это вот здесь вот, потребности познавательные, где умеешь знать исследовать. И тебе просто, я просто рекомендую, чтобы ты вообще не изобретал велосипед, посмотри, как витчат китайский работает, почитай, что про него пишут. Потому что они взяли из вот этой вот истории и пошли вниз. То есть они вот здесь потребность уважения, туда включили, собственно, потребность принадлежности любви, безопасности, потом дошли до физиологических потребностей, когда туда включены и магазины, и логистика, и вот это все. То есть они вот идут вот сюда вот, а вы пытаетесь идти снизу, при том, что у вас, ну, как бы нет пула баз этих самых производителей продуктов, ну и так далее, и так далее, то есть и поваров и так далее. Поэтому, может быть, может быть, имеет смысл не идти из непонятного, как бы, аморфной среды, а идти из мессенджеров, где эти люди уже есть, их предложить им идентифицировать себя в рамках этой истории, либо как заказчиков, либо как исполнителей, и в рамках вот этой истории из мессенджеров, ботами, либо каким-то еще путем. Да, я понял вопрос. Дело в том, что технологически как-то будет реализовано, это совершенно неважно. Здесь мы выбираем нишу для децентрализованной автономной организации, нишу. То есть какие потребности пользователя она будет удовлетворять. Потому что даже Бургер Кинг, он говорит, что я бесплатно доставлю всю нашу еду в районе нашего ресторана. Да, я понимаю. Но давайте не будем забывать, что Бургер Кинг и Макдональдс и так далее, они действуют по определенным правилам в рамках определенного законодательства. Там есть логистика. Ну, само собой разумеется, что для этого это предприятие продумывается в формате децентрализованной автономной организации. Она пиратская по своей сути. Она не подчиняется юрисдикции. А дальше, если она не подчиняется юрисдикции, весь мой доклад к этому бьет. Ваши инциденты, оказывается, они не юрисдикционны. Как и УБРа. У УБРа то же самое. УБРа? УБРа? УБРа, это совершенно другое. В случае с инцидентами, значит, здесь наша главная задача выполнить функцию того самого арбитража, функцию разрешения инцидента, до того, как у человека вообще возникнет желание идти в суд и показать ему, что мы решаем эту проблему гораздо эффективнее, чем суд. Я думаю, что это очень просто. Вот когда у человека есть автомобиль, его можно за руку поймать в этом автомобиле и посадить, на то, что он там кого-то сбил. Вот здесь, если ты отравил кого-то едой, то пока ты отравил одного человека, плевать. Но когда вас станет там 500 или 1000 человек, вас тут же посадят. Вот для того, кто отравил. Совершенно верно. Совершенно верно. Я создал систему. Пойдите, найдите Сатоши Накамото и посадите его за то, что он создал систему, которая не подчиняется никаким правилам. Вашей конференции вообще ни минуты, да? Кое-что прокомментирую. Моя компания называется Ergonomics. Ее баннер вы видели, когда входили все на территорию данного объекта. У меня компания IT-интегратор, международный IT-интегратор. Децентрализация бизнеса – это, наверное, одна из самых первых вещей, которой я начал заниматься еще 15 лет назад, когда появилась первая идея бизнеса. Мне сейчас 32 года, начал я все это делать ближе к 18 годам, когда уже определился с тем, чем конкретно я хочу заниматься. Децентрализация чуть-чуть помогает. Мы сами, как интегратор, ходим очень часто по грани с точки зрения размещения информационных ресурсов в той или иной области законодательства. Например, все знают, что размещение любого контента возможно в Нидерландах, когда мы размещаем какой-то контент, что-то еще более или менее легальное, это можно сделать уже в Германии или вообще на территории Российской Федерации, если это не противоречит законодательству. Но пример многих компаний, которые хотят работать на том или ином рынке, зависит очень сильно от конкурентов, которые становятся. Один из примеров, тот же самый Uber, который сегодня упоминался. Проблема Uber была не в том, что кого-то сбили или был плохой сервис, хотя я со своей беременной женой буквально ровно год назад столкнулся с такой ситуацией, когда меня вез таксист, который развернулся, поехал не в ту сторону, и чтобы спасти ситуацию, развернулся через двойную сплошную, так как встал в пробку. А мы ехали в это время в роддом на обследование, и у него были уже физические проблемы конкретно со мной. И эта претензия у меня была к нему, а не к Uber. Хотя в принципе я этого человека практически отдал под суд тоже через Uber. Я просто Uber угрожал тем, что я на них подам в суд, они отдали мне этого человека на растерзание уже чисто юридически. Но проблема Uber и его легализации стала на самом деле не такого рода проблемой, когда их водители наносят физический или моральный ущерб клиентам, а то, что в данном случае он стал уже помехой государственной программе, которая была направлена на защиту лицензионных таксистов. И именно это сейчас заставляет Uber покупать желтые машины с желтыми номерами, а не что другое. То есть до тех пор, пока вы остаетесь не нужны закону в принципе и не противоречите. Могу рассказать пример другого интегратора, до сих пор работающего на территории Москвы. Все знают, есть такие объявленницы, ремонт компьютеров 0 рублей. Кто-то из вас пользовался когда-то таким сервисом? Могу рассказать вкратце. Мы по своему незнанию писали для такого интегратора CRM, в котором они вели свой учет. Как выяснилось, потом буквально через полгода интеграции уже в их систему, они вместе с этим CRM росли, мы им его дописывали. Когда мы посмотрели их данные, мы оказались в шоке. Оказывается, это модель чистого кидалова, где прописывается каждый шаг, вплоть до установки драйверов на ноутбуке. То есть, грубо говоря, сервис-инженер приходит устанавливать кому-то в принципе пиратское ПО вообще, да, и делает это еще предварительно подготовленным дистрибутивом без драйверов. А каждый драйвер стоит там рублей 800. В итоге установка Windows в среднем человеку обходилась по их прескуранту тысяч в сорок. Это такой средний чек был. Оборот организации в месяц составлял примерно 15 миллионов выручки. Кроме того, как мы выяснили из их бизнес-модели, зарплату из всех сервис-инженеров получало всего-навсего 20% сотрудников. Все остальное это чисто такой кидаловный бизнес. Он работает до сих пор. Работает, потому что находится в том финансовом обороте или потоке, который не мешает тем или иным моментам в законе. То есть, либо не мешает тем или иным корпорациям. К сожалению, это вот факт. Мало того, эту проблему не раз поднимали даже на телевидении. И в ютубе вы можете найти кучу роликов на эту тему. Но эти люди существуют уже восьмой год. И при этом на них подают в суд. И вот о том и речь. Соответственно, есть удовлетворение. Поэтому в данном случае, когда мы говорим, что это якобы работать не будет. Нет, ребят, это будет работать. Мало того, это будет не просто работать, это будет приносить деньги. И мало того, это будет бизнес. Больше скажу. Это не просто будет приносить деньги, мы взяли сена. Это будет бизнес. Поэтому... Прямо вот по поводу законодательной основы, вот прям вообще два слова. Я специально изучал этот вопрос. И очень интересный факт, что оказывается в Великобритании есть даже специальный тип лицензии для домохозяек, которые готовят еду специально на продажу. Поэтому, поскольку мы, естественно, предусматриваем, что у нас проект международный, это можно использовать как первую площадку, как пилотную площадку, для того, чтобы этот сервис обкатать, попробовать, запустить и получить фидбэк. В Великобритании, да. В России такого нет. В России это незаконное предпринимательство называется. Но, кстати, законного предпринимательства нет, потому что если платежи в биткоинах, то биткоины это не деньги. Это просто человек другому приготовил еду. Угостил. По всем новостям сказать, что это плохо. Вас очень легко убить. Один раз по новостям показал о том, что отравилось там 250 человек. Может быть, это будет. Да, это на самом деле действительно очень большая проблема. Я думал об этом. Но очень важно, что здесь сделать. Здесь очень важно сделать систему, которая у нас называется обработка инцидентов. И мы сразу открыто заявляем, что, ребят, готовят люди для людей, сами друг для друга. И все люди готовят по-разному. И вы, заказывая, должны знать, что вы заказываете у конкретного человека. Да, мы сделали все, чтобы он делал это максимально добросовестно. Да, мы заставили его зачекиниться только в доверенном магазине. Да, он сфотографировал там чеки продуктов и сами продукты. Да, он снял полностью на видео весь процесс, как он готовил. Но мы не можем, например, защитить потребителя от того, что продукт изначально в магазине испорченном оказался. Правильно? Поэтому здесь очень важно сказать, что, ребят, инциденты могут быть, но мы вас максимально от них стараемся защитить. И мы в случае, если такой инцидент с вами происходит, вам помогаем, мы вам выплачиваем страховку, мы вам компенсируем все, и мы, естественно, разбираемся, кто в этом ответственный. Вот, собственно говоря, и все. И в этом случае любая претензия о том, что вот произошел инцидент, а мы говорим, мы же вас предупреждали, могут быть инциденты, а что вы хотели? Пир-то-пир-система. Ну, Airbnb, Uber, оно, в общем-то, P2P-сервис. Просто, просто Airbnb, где у нас Airbnb? Ну, это где-то вот здесь, наверное, находится, да? Uber, где находится? Ну, тоже где-то, может быть, вот здесь. Ты использовался сервисом, который помогает найти себе чувака, который исполнил на какое-то дело? Сходит, ну, я бы разговариваю. Типа, you do, you do. Вот, пожалуйста, точно такая же схема работы один в один. Просто она узкоспециализированная. То, что это DAO, нам добавляет, во-первых, независимость, то есть независимость от как раз тех самых управляющих органов, которые, о-хо-хо, они не хорошие такие вот. То есть это такой механизм защиты. Если он хочет кто-то закрыть Яндекс.Такси, то он закроет. Закроет, да. А здесь не закроет, да. Тогда апелляция к лицензии, это что-то непонятно. Да, все. Ну, просто здесь вопрос единственный. И закроет очень просто. Если YouTube делается, если вы такой сервис, они получаются. Если он виртуально, они ничего не сделают. Да. Просто виртуально. А у человека просто есть репутация, где он просто, ну, если у него нет репутации, он не может здесь сесть в другом городе, да? Если у вас подписаны, лайки ставят в другом городе. Просто вопрос. YouTube запускает, если вы такой сервис, где вы тут? Где YouTube? У вас сосед. Где YouTube? Я каждый день, вот я лично, почему у меня возникла идея этого проекта вообще? Потому что я каждый день прихожу домой и думаю, блин, готовить не хочу, вот пицца, суши не хочу. Хочу, чтобы мне кто-нибудь приготовил еду, а вот нет. YouTube. Давайте заканчиваем. Да. Академия чисто специализированы сервис. Ну, вообще просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Супер. Да. Да. И просто к тому, что не открывшихся, да? Вольные вопросы не строят в церкви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...